О ремонте дорог шла речь на встрече губернатора Игоря Рудени с главой администрации Бердянска Александром Сауленко. Обсуждались результаты и вопросы продолжения сотрудничества города и региона. О том, какие впечатления у южан от работы с Верхней Волжьем, в нашем следующем материале. Летом 22-го года Тверская область стала одним из первых субъектов, которые по поручению президента Владимира Путина включились в поддержку новых регионов. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Верхней Волжьей и Бердянском, который тогда же Игорь Руденя посетил лично, отдав ряд поручений по решению актуальных вопросов. В итоге уже проделана огромная работа, в первую очередь по восстановлению дорог. Выстроено взаимодействие с министерством транспорта, правительство. В прошлом году мы порядка 11 километров отремонтировали капитана Димон. В этом планируем столько же въезд со стороны Новосильевки, там уже тоже делаем. Ну и все мы здоровыми, основные, по крайней мере, подтягиваем ситуации. Совместными усилиями в Бердянске ремонтируются и модернизируются спортивные, образовательные и медицинские учреждения. Тверская область оказала большую помощь в закупке школьной мебели, интерактивных досок, учебников, портфелей, ноутбуков. Также выполнен оперативный ремонт коммунальной инфраструктуры. В общей сложности при участии Верхней Волжи восстановлено более 30 объектов. Возводятся и новые, например, МФЦ. Такой классный получился. Очень сделано грамотно, с учетом всех требований. И самое главное, качественно и быстро. Вопрос по МФЦ. Люди активно пользуются? Да. Нравится? Да, очень нравится. И более того, мы же выбрали этот второй на верхней части города. Вы помните, первый там нижний. И пешая доступность. И очень удачно выбрана локация. Развиваются и другие направления сотрудничества. Например, поставка гуманитарной помощи, в сборе которой активно участвуют общественные организации и жители региона. Дети из Бердянска регулярно приезжают на отдых в Тверскую область. В городе также внедряется новая модель общественного транспорта. Игорь Руденя и Александр Сауленко обсудили благоустройство города, а также привлечение инвесторов для восстановления санаторно-курортной системы.